доброе утро с вами наталья и в продолжение вчерашнего видео я проводила пикировку сначала было видео в какие емкости я собираюсь пикировать вот эти емкости стоят здесь кто не заходил не видел не знает у меня была длинная труба я ее нарезала одинакового размера поставила вот эту плошечку и поставила в коробочку другие растения здесь я высаживала по одному растению другие растения я высаживала в такую же землю как и предыдущие но по два растения я правда просчиталась под конец вот одно растение у меня здесь осталось хочу показать а дальше и я высаживала по два растения в чистый кокосовый субстрат а теперь более подробно смотрим и сразу начнем с тех перцев которые высаживала по 2 в кокосовый субстрат это для тех кто зашел первый раз и не хочет смотреть другие видео расскажу более подробно немножко займу ваше время значит в эти стаканчики вот тут у меня шесть штук я вниз сделала дырочки положила на дно дренаж пенопласт насыпала чистый кокосовый субстрат но уже как его готовила и все-таки зайдите на предыдущие видео и посмотрите потому что это будет сильно долго для остальных я провожу эксперимент вот несколько видео вот это очередное как себя чувствует в какой почве каком грунте лучшие растения после пикировки вот в этих растений в этих белых стаканчиков чистом кокосовом субстрате конечно я высаживала повторюсь одно хорошее растение другое более хиленько вот утром я встала посмотрела и вот снимаю сняла видео там что не получилось переснимаю поэтому чуть раньше выпустила бы значит так вот по два растений вы видите где более хиленькие они немножко себя хуже чувствуют но в общем в кокосовом субстрате они все стоят можно сказать как солдатики я не агитирую никого за кокосовый субстрат потому что тут есть свои нюансы что называется я все собираюсь сделать видео о кокосовом субстрате но у меня есть другой канал о комнатных растениях сначала все было нормально потом что-то произошло не очень удачно и некоторые растения у меня пропали либо какое-то растение было больное зараженная но я всегда выставил карантин дней 10 либо что-то пошло не так не знаю но там не чистый был кокосовый субстрат там была смесь и поэтому многие растения у меня пропали там когда на все таки я соберусь сделаю видео я более подробно все расскажу но это именно с комнатными растениями потому что на культуры огородные это никак отрицательно не повлияло и сейчас я взяла новый брикет кокосового субстрата приготовила его и вот хочу попробовать непосредственно на перцах по как он себя будет вести значит в кокосовом субстрате растения вот еще сутки не прошли я снимала немного позже чувствует себя нормально теперь переходим на другую ситуацию но здесь у нас две ситуации сейчас поверну на стол не удалось мне поставить потому что тут у меня посадки пересадки поэтому не совсем может быть удобно придется поворачивать значит вот эти растения в трех вот этих емкостей в каждую из емкостей тоже положил кусочки пенопласта и у нас земляная смесь огородная земля и немножечко песка и земля у меня из-под алоэ я что-то алоэ вытянулась я решила его пересадить другое место более мелкую емкость и землю из-под алоэ она была великолепная рыхлая смешала с этой землей и посадила вот так себя они чувствуют но хочу сказать именно вот земляной смеси более хиленькие растения вот видите они немножко выглядят такими веловатыми какими-то тургор нарушен и они не такие упругие вот растишки я чувствую то есть сравнение с кокосовым субстратом чуть-чуть хуже а вот с этой упаковочкой на растение которое нарезала трубу ситуация была кошмарная здесь такая же была земляная смесь как и в этих то есть земля и земля из-под алоэ немножко песка точно в эти трубочки я точно также посадила только если здесь я сажала по два растения и в кокосовый субстрат по два растения здесь каждую трубочку естественно я посадила по одному растению на это уже выглядит это нехорошо что я вам хочу сказать сейчас все-таки попытаюсь переставить на другой подоконник потому что чтобы на подоконнике место найти не удалось я поставила на парту что хочу показать это уже все нормальненько более не менее вот некоторые растения вот лежат видите вот когда я утром встал и посмотрела я ужаснулась но у меня не было времени снять и показать вам весь этот кошмар сразу говорю какую ошибку я допустила помните в предыдущем видео кто захотел я хотела вам сказать как я буду поливать поливать совершенно по-разному этими растениями так вот какие ошибки значит когда я посадила эти растения через пару минут я полила немножко сверху я решила что достаточно было влаги потом когда я уже все пересадила и кокосовый субстрат и все остальное я полила вот это растение поддон и собер из поддона я и собиралась именно вот эти растишки так как там нет дренажа поливать только снизу для того чтобы лучше развивать как бы корневую систему чтобы они пили естественно как посадки в земле я налила много воды все было прекрасно мне казалось что влаги было достаточно вся влага которая здесь была налита она впиталась землю но видимо не хватило получилось что сверху я пролила немножко снизу когда пересадили значит корневая система была где-то посрединке ей не было влаги и все растения просто поникли лежала вот стояла только это растение и вот это все остальные лежали я подумал ну все я все потеряла рассада вроде самые крепкие я выбирала именно в эти емкости чтобы пикировать и все они полегли но ничего страшного я не отчаясь и перенесла их кухню у меня была вода которая стояла там южное окно она отстаивалась уже несколько дней бутылки и водичка была прогрелась на солнышке было теплым не было мне времени когда особо мерить ее температуру для того чтобы показать я полила очень хорошо обильно в каждую луночку и те которые растения стояли те которые лежали ну конечно те кто стояли полила немножко меньше ничего в принципе вниз не ушло полила хорошо они пропитались влагой и стали подниматься то есть хочу сказать чтобы из 8 растений два только стояла все остальные лежали но будем надеяться что все будет хорошо поэтому сделаем вывод на этом этапе значит поневать желательно теплой водичкой это первое второе полив сверху и снизу и адаптация почему-то в кокосом субстрате после пикипировки было лучше чем земляной смеси и так дорогие друзья я вас не оставляю я буду на каждом этапе показывает рост и различия в разных субстратах и разные поливы сразу говорю что эти растения буду поливать и сверху и снизу и будем смотреть как она за остальные растения буду поливать только сверху и так дорогие друзья хороших вам сходом удачной пикировки и прекрасных урожая всего доброго до новых встреч эксперимент продолжается